Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушинаев. И сегодня, как вы видите, Юрий Рашкин впервые собственной персоной у нас на канале в гостях. Юра, здравствуй! Здравствуй, Саша! Первый раз в Вильнюсе, в первый раз в Литве. Очень рад здесь оказаться и рад оказаться в одной комнате студии, пространстве с знаменитым Александром Кушинаевым. Друзья, как можно не гордиться. Продолжим. И я тоже самое могу сказать про тебя, Юра, не меньше знаменитости. Впрочем, я к своей персоне отношусь совершенно скромно, да и не в этом дело, конечно, потому что на самом деле очень важно, что Юра оказался в Европе вот в такой важный, я бы сказал, критический для Европы момент, когда Европа, я не боюсь этого слова, стоит на пороге Третьей мировой. И вот на самом деле мы не знаем, будет ли пересечена эта красная черта. И мы сегодня об этом как раз и поговорим. Юр, давай начнем с тех деталей, которые вот прямо сейчас у нас есть. И от них перейдем уже на такую вот, я бы сказал, более масштабную плоскость оценки ситуации. Первое, что я бы хотел у тебя спросить, как ты считаешь, вот та стратегия снабжения украинских вооруженных сил оружием, которую выбрала американская администрация, мы все-таки сейчас в первую очередь про нее говорим, хотя Европа помогает вооружению. Вот эта стратегия, она, на твой взгляд, помогает украинцам? Насколько помогает? И может быть нужно что-то изменить? Или все идет так, как нужно, на твой взгляд? Я думаю, что нужно следить за тем, что мы видим, что происходит. То есть законы, которые провел конгресс, который подписал президент, ленд-лис и другие ассигнования финансовые, потому что за этим следуют действия. После этого эти деньги тратятся, это оборудование берется, доставляется, возможно, нужно учить, чтобы его использовать. Все это начинается и идет после того, как ручкой президента подписывается рукой президента ассигнования. Это то, что произошло. Поэтому то, что сейчас происходит, это вот нарастающий снежный ком, который приведет к тому, что Украине, Украине будет возможность сделать то, что, в общем-то, не было ни у одной страны мира до этого. То есть взять современное западное оружие и ударить по этой армии орков, которые считают, что может завалить пушечным мясом любого противника. И сейчас я не думаю, не знаю, что есть вся информация о том, где находится это оружие, потому что зачем эта информация должна быть в публичном пространстве. Это не означает, что нам нужно как бы ставить под сомнение то, что это происходит, потому что для уверенности, опять же, мы смотрим, что деньги были обозначены, все это значит теперь двигается. А это не означает, что нужно терять надежду, просто нужно как бы сидеть и ждать, какой момент, с вашей точки зрения, с нашей точки зрения, был бы правильным моментом для того, чтобы перейти в контрнаступление. И многие эксперты соглашаются с тем, что нужно, чтобы было совпадение того момента, когда наибольший эффект мы видим от экономических санкций и эффект, который мы видим на поле боя. Плюс погода. Поэтому мы, видимо, смотрим на лето, правильно, когда должно что-то произойти, потому что так земля вертится. Есть определенные сезонные требования. Поэтому я ожидаю того, что это все будет собрано вместе, и мы увидим больше действий, больше организованных действий, потому что это, в общем-то, оружие, которое вроде бы способно на очень многое. Есть, конечно, тут очень интересный момент, возможной эскалацией, и насколько оправдана забота президента и администрации Байдена о том, что нужно вести себя таким образом, чтобы не повышать тон этой войны, в которой мы уже находимся. И тут можно как бы оспаривать эту логику, насколько нужно нервничать о том, что Владимир Путин сделает по этому поводу. Потому что мы все время находимся на этих весах, когда, если Украина будет слишком успешна, то тогда повышается шанс того, что Путин использует ядерное оружие. Насколько мы можем в этом подвешенном состоянии находиться, и насколько нам нужно просто двигаться вперед, мы видим, что пока что администрация, тем не менее, пытается найти тот баланс, когда есть оружие, которое могло бы стрелять намного дальше на территорию России, казалось бы. Но вот это оружие не дается, а дается то, которое может стрелять на там 80 километров. Хотя, естественно, если поставить это на границу Украины, то можно застрелить достаточно далеко на территорию России. Но это вот тот аргумент, то пространство, в котором сейчас находится администрация. Поскольку это демократическая администрация, а не авторитарная. У авторитарного лидера, ему или ей, не нужно все время слушать то, что думает население, и как-то под это подстраиваться, либо оправдывать свою тактику и стратегию. Это просто совсем другие требования на той позиции. Поэтому то, что мы видим реакцию вообще на войну в Украине от западных демократий, это и будет такая пестрая стратегия, которая выражает настроение населения в этих странах. В Соединенных Штатах мы смотрим на Украину как на страну, которая находится, мне кажется, чуть-чуть на другой планете. И когда мы видим, что Владимир Путин пытается захватить Украину из Америки, это выглядит почти как Владимир Путин пытается захватить Марс. Это противно, это нельзя так, если он захватит Марс, после этого может быть Венера, а там кто знает. Но это ощущение, что это все-таки достаточно далеко. И в этом смысле журналисты помогают соединить вот это пространство, показать, насколько мы близки. И меня очень приятно поразило, впечатлило то, что я вижу пока что в Европе, насколько люди понимают и видят связь. Потому что в Америке, к сожалению, мы иногда не видим связь между тем, что происходит в мире, и тем, как это показывают на наших ценах на бензин, например. Потому что можно оспаривать политику президента Байдена, нужно понимать, что его внешняя политика не так волнует американцев. В этом смысле у него есть возможность сделать много чего, то, что ему как бы протолкнуть свои идеи, намного легче, чем это сделать насчет внутренних реформ. Но то, что он может сделать, это ограничено бюджетом, конгрессом и так далее. Поэтому мы возвращаемся к ассигнованиям, мы возвращаемся к тому, что деньги потрачены. Кстати, выражение президента Байдена, не говори мне, что тебе нравится, что тебе ценно, покажи мне эту строку в бюджете. Поэтому это все есть, так что теперь вопрос времени. Строка в бюджете действительно есть, и это очень важно. Есть и бумага под названием «Ленд-лист». Вопрос сейчас у всех такой, как это будет работать и насколько быстро. Потому что вот прямо сейчас, естественно, украинцы сосредоточены, да и на самом деле все, кто как-то следит за вот этой вот войной, на том, что происходит на конкретном направлении, в Луганском направлении, куда российские войска перебросили вообще все свои силы, которые у них есть. Но при этом, брать внимание, что фронт они держат. То есть вооруженные силы Украины не могут на других фронтах воспользоваться тем, что Россия там ослабла, потому что у них не хватает артиллерии. И при этом Россия может давить на конкретные точки, под Свердонецком. Мы сейчас отвлекаемся от подхода, который применяет Путин и его банда, то есть заваливание трупами. Важен результат. Результат состоит в том, что и украинские воины несут большие потери, вынуждены отступать. И все это происходит, потому что у них нет тех вооружений, которые есть у России. Именно вот этих вот дальнобойных артиллерийских орудий, систем ракетно-залпового огня типа «Ураган» и «Смерч». У россиян есть средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают украинцам проводить разведку с дронов и с помощью дронов наводить артиллерийские орудия. У России это есть, и сейчас этих средств РЭП стало очень много, именно на Донбассе, да и в принципе вообще по всему фронту. И вот, собственно, поэтому-то возник этот разговор про «Химарсы». Да, вот эти вот системы дальнего расстояния 80 км и точного огня. И вот вроде эти «Химарсы» будут переданы. Опять же, количество. То есть официальные данные пока что 4 штуки. Понятно, эти 4 штуки это то, на чем сейчас украинцы будут учиться. Ну вот сейчас BBC нам сообщают, что еще британцы дадут аналогичные системы N270. 63 штуки. Но пока что 7 штук мы имеем. Это понятно, да. Явно не все будут еще следующие трасти, но когда будут, Юра? То есть вопрос у украинцев, в первую очередь, которые думают о том, что будет завтра, через месяц, через год, будет ли их страна существовать, в каком виде она будет, с какими территориями, сколько Путина. Откость-то они спрашивают. Ребят, а где системы тяжелые, вот эти вот наступательные, дальнобойные, которые позволят сломать Путину хребет, или во всяком случае отстоять вот хотя бы те территории, которые сейчас находятся под контролем украинских войск. Естественно, все вопросы, как всегда, к американской администрации. То есть это не означает, что мы все тут сидим на шее или хотим присесть на шею к дяде Сену. Я считаю, что вы задаете вопросы, что вопросы есть к американской администрации, потому что она согласна на них отвечать. Ну да, просто мы спрашиваем. Здесь это речь идет не о том, что, а вот где эти оружия? Нет, у нас правда вот сейчас вопросы у всех, потому что мы понимаем, что прогрят Украину и прогрят Европу. Все, мир изменится. Это будет совершенно другой мир. Европе угрожает континентальная война. Это все понятно, что после Украины, если она пойдет, следующие будут, в том числе Литва, Латвия, Эстония и прочие страны. А поэтому спрашиваешь, что будут делать? То есть это такой чисто технический вопрос. Ну, извини, мы уже тут говорим о странах НАТО. Это все-таки разные виды. Я понимаю, что возникает вопрос, почему Украина, что она страна второго сорта, но есть страны договора НАТО, а есть страны нет договора НАТО. Второй сорт, естественно, в кавычки, берем, потому что... Ну, я просто... Да, это так, как говорят злые языки, которые хотят сказать, что вот, мол, Байден заботится о НАТО больше, чем об Украине. Нет, ну, понятно, НАТО это договор, договор свят в западной правосистеме. И мы знаем, это договор... Ну, как бы это то, за что мы на самом деле сражаемся, потому что в России нет закона и порядка. А закон и порядок, это означает, что те договоры, которые подписываются, имеют силу, имеют исполнение, и если они не выполняются, то зачем тогда их подписывать? И как бы это все связано. Это, к сожалению, как бы хотелось бы, но это именно, к сожалению, то, за что мы сражаемся, чтобы у всех было право вступать, не вступать... К сожалению, для Украины в данном случае, потому что Украина не вот в этом договоре. Да и, к сожалению, для всего мира, потому что весь мир хотел бы, чтобы Путин проиграл как можно быстрее, чтобы Украина выиграла как можно быстрее. И везде, где я путешествую, я вижу поддержку Украины на 110%. Это просто невероятно, потому что Украина сплотила, я говорил с арабскими журналистами, которые поддерживают Украину, хотя при этом у них вопросы к Зеленскому, потому что он еврей. Но это просто невероятно, насколько вот Украина, как идея противостояния, все за Украину, но при этом все поддерживают Украину своим способом, на своих, так сказать, то, что можно выдавить из политиков в этот момент. Если бы в Соединенных Штатах сейчас был любой другой президент, мы бы не видели того агрессивного противостояния Путину, который мы на самом деле сейчас видим. Вы можете называть это по-другому. Я понимаю, что со мной иногда люди говорят, как же это агрессивно. Представьте себе, все же любой другой президент сделал бы намного хуже. Они были бы намного более консервативны, они бы стояли и ждали. Это было бы намного больше крови пролито Украиной представить себе сложно и противно. Но я понимаю, что у нас один президент, который вот оказался у руля в тот момент, когда человек с опытом внешней политики, когда человек в преклонном возрасте, когда его не волнует последствия, как на него там, может быть, его там, он на выборах, он все это понимает, он все равно государственный деятель. Это просто невероятно. Но вот в этом, так сказать, мы живем в информационном пространстве, когда такие вещи на русском языке даже редко говорят. Это странно, потому что за этого человека проголосовало сколько? 80 миллионов людей на несколько миллионов больше, чем за его противника. Но тем не менее этого человека не так уважают, как, мне кажется, то уважение, которое он заслуживает. Ну хорошо, он политик, он взял на себя эту работу, продолжаем пинать все демократически избранного политика. Вперед! Мы, конечно, ни в коем случае не пинаем в данном случае вопрос об... Мы задаем вопросы, вот согласен на них отвечать, это прекрасно. Это вопрос об экзистенциальном существовании Украины, это вопрос об экзистенциальном существовании того миропорядка, который рухнет, безусловно, если Украина проиграет. Вот почему так, а важны конкретные участки фронта, конкретные края, конкретные города. Непонятно, мне кажется, непонятно, что такое проигрыш. Мы вошли, сейчас мы находимся в таком странном состоянии, когда мы хотим, например, чтобы у Путина было меньше возможностей. Что это означает? Когда наша официальная американская позиция говорит, что мы хотим его ослабить, что мы имеем в виду? Когда мы говорим, что Украина выигрывает или проигрывает, как говорит Байден про НАТО, инч территории? Или конец кровопролития означает победу Украины? Инч территории, это, мол, каждый день НАТО будет защищать. Да, где вот проигрыш? Потому что, мне кажется, это на самом деле очень личное решение практически для каждого человека. Потому что у нас у всех есть какая-то линия, на которой мы были бы согласны. Но сейчас, на самом деле, хотя непонятно, как и когда, но продолжает все-таки. Мне кажется, что обе стороны в этой войне не видят, как они могут проиграть. Они все движутся к победе. Это страшно со стороны России. Потому что то, что, мне кажется, сделал Владимир Путин, он заправил всю страну в эту мясорубку. И мне кажется, очень важно донести до зрителей, которые живут в России, которые являются вообще российскими гражданами, насколько российская власть рассматривает людей, которые имеют российское гражданство, как расходный материал, который можно просто использовать. Потому что то, что творит Россия со своей армией, во-первых, я намного лучше понимаю, как Россия, Советский Союз мог потерять 20 миллионов, или сколько там миллионов во Второй мировой войне. Так тупо воевать, как мясники. Да, любую цифру можно было бы потерять. Но это нужно еще понимать, потому что это важно понимать не американцам, это важно понимать тем, кто говорит на русском языке, потому что вы, возможно, являетесь частью этого. Да, но вопрос сейчас в том, сколько потеряет Украина и цивилизованный мир, пока она будет противостоять этому поршневому мясу. Вот весь вопрос сейчас в очень технических моментах. Как ты думаешь, еще раз, вот та скорость, с которой будут передаваться тяжелые, наступательные вооружения Украины, для них и Марса, и аналогично с тем, она окей или что-то надо добавить, на твой взгляд? Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Если бы действительно было ощущение, что сейчас, если на фронте окажется вот это, вот это и вот это, то тогда Украина вот сейчас победит, я думаю, что вот это оружие бы сбрасывали с самолетов и с вертолетов. Потому что мы видим, что американцы, когда вступает момент спасения, когда вот тот момент наступает критический, они готовы вмешаться в смысле, не то чтобы десант американский, но мы хорошо очень вывозим и вводим вещи и людей. Посмотрите, 120, все-таки 120 тысяч в Афганистане, которые вывезли из Афганистана, это говорит о том, что мы можем доставлять. Опять же, посмотрите на это и подумайте, возможно, все не так уж плохо. Или подумайте от другой точки зрения, которую высказывает Юрий Швец, о том, что, возможно, все доставляется до границы с Украиной, а потом что-то происходит между точкой А и точкой Б, когда это не доезжает. Но мне кажется, сейчас мы просто подготавливаемся, мы находимся в моменте, когда идет подготовление к большому контрнаступлению. Это мое понимание, мое ощущение ситуации. Но как тебе сказать, я все-таки больше, меня волнует настроение, мне интересно, я же путешественник сейчас, играю роль путешественника, выбрался из штата Висконсина, нахожу абсолютно, знаете, я был вот в аэропорту, спрашивают, где я. Замечательный плакат на английском языке написанное, я не знал, где Вильнюс находится, но, к счастью, мой пилот знал. Вот, поэтому очень интересно посмотреть, как это все выглядит из Вильнюса, из Германии, и потом я еще на Запад Европу поеду, посмотрю, как оттуда это выглядит. Но весь мир поддерживает Украину, и просто вопрос, насколько и каким образом. И я пытаюсь понять, насколько эффективна украинская дипломатия. Вот такое общее заявление. Я не знаю, насколько вот этот подход стыда просто эффективен. Я не говорю, он правильно или неправильно. То есть, bearish, насколько правильно стыдить своих союзников за то, что они недостаточно быстро помогают. Вот я не говорю, что это правильно или неправильно. Возможно, это правильно их стыдить, но это неэффективно. Это не добивается цели, потому что у противников, как бы это человеку напоминать каждый раз, что он тебе должен деньги. ты знаешь этот человек все будет больше больше вас избегать с раньше ситуацию кредит кредитор от должники вот кредитор который названивает должника и говорит но когда же ты уже дашь но и мои деньги да то есть важник соответственно имеется меньше мотивации да он сторонится он уходит он включает телефон да он да он говорит знаете я скоро очень скоро но возможно есть более эффективные методы потому что украине нужна помощь на сто процентов от всех стран и я вижу насколько немцы действительно мне кажется антимилитаризированы был берлине я был в берлине правил да спасибо только что приехал из берлина и это настолько мне кажется сейчас мирное население которое с одной стороны полностью за украину а с другой стороны отвергает войну и насилие им нужно как бы вот этот миг мне кажется превзойти и понять что все таки вот это и все таки нужно потому что они так переживают то что произошло во второй мировой войне это просто очень интересно потому что было бы хорошо если бы россия могла пройти этот процесс тем не менее но мы же прекрасно понимаем да у соединенных штатов на порядке больше возможности нарастить потенциал поставок украине да мы сейчас европа не трогаем европа кстати вот те которые хотели страны уже все что могли сделали вот как стало известно слайки например отказалась от тех гавиц которые для себя заказал дает украине значит польша отдала 200 танков другие страны тоже гаубицы но не много этих вооружений потому что не готовилась европа к войне все всегда надеялись на дядю сэма поэтому вопрос сейчас может взять я сам помочь вот и к тому же по экономике безусловно соединенные штаты просто на порядке сильнее любой европейской страны поэтому конечно понимаешь вот вопрос с оружием если я вот да что дальше потому что с оружием интересный момент потому что есть суммы денег которые выделены есть желание все это есть после этого что происходит после этого мы во-первых опустошаем наши как бы свои закрома запасы чтобы отдать все эти джавелины уже кажется треть наших собственных запасов ушло в украину ну и прекрасно я рад что они как бы используются по назначению но с другой стороны это означает что у соединенных штатах самих как бы падает боеспособность на какой-то на какой-то уровень потому что нужны пополнять а когда например президент байден поехал на завод в алабаме чтобы выразить благодарность людям которые делают жевелины и говорил перед рабочими этих рабочих там было есть не ошибаюсь 265 человек это небольшая на самом деле относительно индустрии так это ну нужно просто нарастить ее и вот сейчас мы это видим как американский рынок это покажет потому что когда есть спрос то будет будет товар так что опять же все это играет еще с американскими внутренними динамики мы настолько насколько ну кто знал что нам понадобится столько джавелинов например значит их нужно сделать опять же иногда составляющие не всегда я уверен а легко находится на теме менее я уверен что у соединенных штатов лучших шансов найти составляющие сейчас чего россии ну надо иметь виду что она уже перешла ситуацию стадию когда джавелин нужно это партизанское оружие это уже ближнего по сути боя сейчас играют роль именно тяжелая наступать на артиллерии она стреляет на 20 30 40 километров вот тут есть вопрос почему все вообще сосредоточены этих и массов которые то ли могут или не могут переломить ход войны и вот что ты думаешь на этот чудо будут химации будут в нужном количестве чтобы оттеснить российского агрессора и обеспечить вооруженным силам украины как говорит бен ходжес бывший командующий сходными силами соединенных штатов европе обеспечить украинцам вот то самое масштабное контрнаступление или же или же на самом деле иллюзии у россии такое количество этих вооружений что придется договариваться все равно даже американцы понятно не хотят вступать в игру то есть непосредственно воевать вместе с украинцами за украинцами не хотят применять авиацию лифте применять флот и так далее такой вот вопрос я хочу во первых очень четко обозначить что президент байден опять и опять говорит что мы не будем что украина будет выбирать где когда и как закончится эта война поэтому вот это нужно договариваться возможно в соединенных штатах есть военные невозможно действительно я посмотрю презентацию атлантика антонтического совета где разные военные бывшие обсуждали что нужно делать и как это закончится и насколько вероятный ядерная атака и так далее и тому подобное и нужно ли с путиным договариваться но это это люди хорут их надо договариваться так вот вывод такой что у каждого из этих людей есть свое мнение и они и одни из них говорят что надо договариваться а другие говорят что нет и к友герует такое мнение а доминирует мнение байдена который говорит что мы не будем что украина самому что украина поэтому советники есть всех тонов но в данный момент администрация прислушивается к тем которые абсолютно на стороне украины поэтому это как бы в этом смысле ответственность на украине вести себя таким образом чтобы как бы использовать эту помощь и этот момент наилучшим образом тут еще а вот такой вопрос вот как мне кажется будет ничего добивается значит он специально сейчас хочет как можно больше страдания причинить украинскому народу на конкретном направлении можно больше захватить территории чтобы что сделать чтобы сломать и дух украинских бойцов не только на конкретном участке но и на всем фронте может путин не может весь фронт сломать и скорее всего это не так у него правда нет сил но он рассчитывает на то что он меньшими силами до сделав мясо в этом севердонецке он сделает так что и харьковской области и херсонской где-нибудь области и где-нибудь еще и вообще по всей украине украинские военные потеряют боевой дух и скажут запад нам не помогает америка нас бросила россию не победить я ухожу увольняюсь буду договариваться вот как то так вот вот это расчет путин ты знаешь не играет ли он вот это интересный очень момент потому что мне кажется каждый раз когда вот мы думаем что путин и и вот в этом же предложении присутствует народ и что он думает о его мнении то мы идем неправильном направлении потому что для путина поскольку он не ценит не воспринимает как что-то реальное волю народа он считает что это видимо просто что можно купить мы и так далее ты бить его подход то он воюет с кем он воюет соединенными штатами но это он так думает вот его он так думает поэтому для него он надежда сломить я считаю наверно тогда соединенные штаты чтобы соединенные штаты отказались и плюнули так сказать науки слили украину тогда для него а украинский народ он в него не верил не признавал и как он его не продолжает он освобождает по официальным заявлениям но это он мне кажется освобождает территории от людей вот это верни то значит а вот я хочу здесь что по поводу слов швеции сказать что могут не ясно что за оружие доходит вернее ясно какое может быть доходит но ясно что с ним потом вот на территории украины происходит я же лучше сказать что ну на самом деле все что американцы обещали они дали вот просто претензии украинцы тоже претензий на вопросы что маловато ну обещали американцы дать 90 гаубис плюс еще недавно вот 18 они их дали все все 90 гаубис теперь и 18 и так они все так или иначе уже на фронте до дживерин и стингер и они тоже на фронте а что еще то есть все остальное она еще в пути кстати есть такой сайт orix он отслеживает детали до этих вот событий воен и там кстати говоря если посмотреть там почти все позиции по обещанному оружию европейскому оружию американском уже почти все находятся в состоянии типа в процессе да то есть передается но не перед на передано это вот буквально вот эти вот м777 там 110 штук или там меньше даже сейчас ну может быть какие-то еще не учтенные там не кажется м109 не уверен но и в любом случае немного дживерин стингер вот все и как видим до наступательных почти нету даже бтр еще не передано хотя я знаю они грузятся они потихоньку передаются но это не наступает на это скорее оружие для пехоты чтобы быстренько там пройти где-то а вот ну настоящее оружие это конечно сейчас артиллерия который нет у украинцев или который мало украинцев потому что вот смотри ведь на востоке что происходит сейчас просто украинцев выбивают из тех оборонительных сооружений которые они выстраивали годами и вот восемь лет они сидели украинцы теряют сейчас вот эти оборонительные укрепления их занимают русские я видел вот эти вот видео на телеграм-каналах противника то бишь российского агрессора да и вот эти вот захватчики уже вот в этих окопах где раньше украинцы были и то есть теперь как украинцам отвоевать то что они сейчас потеряли за три недели и за год можно не отвоевать и без очень серьезного количества вооружений без сотен химарсов без сотен самолетов f-16 я надеюсь украинских пилотов уже готовят нет без систем вот типа патриот я уверен и для управления этим системным уже готовят украинцы если ошибаюсь это война будет проиграна и это будет катастрофа для не только украины для европы и для соединенных штат я не вижу как эта война может быть проиграна украины потому что это вопрос потому что потому да потому что то что путин обозначил изначально том что он же хотел всю страну забрать он хотел у него были намного более большие планы чем же обозвать и на границе луганской области поэтому это это уже тут опять же если мы будем на это смотреть пессимистично то тут все проиграли со всех сторон можно найти но одни негативы с другой стороны если мы смотрим на это оптимистично то мы это тоже можно найти все те же доказательства того что наша сторона выигрывает и все движется в правильном направлении но главное что можно признать что эта дорога не будет простой это будет тяжелый процесс и мы сейчас видим что мне кажется очень важно обозначить что для администрации байдена у них нет той уверенности в последовательности политики поэтому они работают намного более я понимаю что мы это обозначили опять же и говорили когда я сообразил что я упомянул это в прошлом интервью люди начали отвечать что какие годы о чем вы говорите даже сейчас нужно что-то делать сейчас до сейчас нужно что-то делать но опять же как мы видим к сожалению мы сейчас оказались в ситуации когда поскольку ни одна страна не готова проигрывать и не может сейчас выиграть на сегодняшний день то мы рассматриваем более долгие перспективы и все-таки письме оптимист во мне считает что вот эта машина которую смерти которую выстроил путин и погнал на украину на самом деле фейк не то чтобы фейковая но она как все произведенные в россии эти потемкинские деревни то они строили эти бомбы там 60-х годов и со складов и так далее но я просто жду когда эта страна лопнет это вот просто вот но это настолько как смысл дождаться когда россия развалится до украинцы будут держать фронты но при этом вот из твоих слов и так понимаю что американская администрация нужно опасается слишком много оружия дать украинцам потому что боится что они что быстро сломают россию и тем самым приблизит риск и ядерной войны я не думаю это очень интересный вопрос потому что дальше если когда дело доходит до ядерного оружия если мы серьезно воспринимаем угрозы путина то тогда нужно серьезно на эту ну нужно что-то делать но мы видим что он начал бряцать этими цепями и саблями очень рано и уже доказал всем что он не собирается этого делать поэтому сейчас мы мне кажется что мы просто прошли ту точку вообще в этой войне когда стратегии использования ядерного оружия которая была у путина до этого что как бы запугать отпугнуть всех не является реальностью я на сейчас начинает склоняться к тому что путин более вероятно может использовать ядерное оружие на собственном населении чтобы сдержать его когда начнутся какие-то бунты восстания и так далее потому что если он использует ядерное оружие в собственной стране кто ему кто ему что-то скажет это просто как тебе сказать он не рационален он не думает в тех рамках которых думают люди которые живут демократических обществах и нам просто мне кажется тяжело познать его логику потому что у него есть логика но вот эта логика человека это это не то что нам легко воспринять потому что мы не главарим банк которые там были много лет и прошли все то что он прошел но он не смотрит на людей как не что иное как расходный материал но в чем его цель в украине уничтожить украину физически так сказать ну просто лишать ее того народа который сделал европейские выборы хочет быть европейской семье вот в этом смысл потому что я не знаю еще иначе оценивать то что делают российской войска когда стирают целые населенные пункты когда вот согласно аудиоперехватом просто солдат там российский рассказывает что командир ему сказал чего так долго возить из этой деревни отводить его на полтора километра орудия давайте защищайте да 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 потому что они воюют за территорию они не воюют как у нас говорили по hearts and minds до сердца и умы там россия просто воюет за тупо за территорию потому что даже если на этой территории как мы видим и это еще часть геноцида который производит россия в украине когда коренное население вывозится она и в место быстро завозится население из россии мне в этом смысле как раз очень интересно то где я сейчас нахожусь в бельсе который вот прошел такую же интересную историю вот переселение выселение коренного населения это то что россии советский союз и российской империи этот просто не всегда так работают это странно прийти в ресторан и ожидать что там будут что-то по-другому делать когда это один и тот же после меню и повар и все и меняется менеджмент но вы даже ничего другого не меняется ну что ж мы последним за этой истории конечно да и я надеюсь что ну ситуация изменится изменится так как и прогнозируют военные эксперты в том числе и соединенных штатов что в августе что-то изменится и будем надеяться что у американской разведки есть правильные и надежные данные поводу хорошо на на которых они основывают свои вот эти самые рекомендации администрации бадена какое оружие дать в каком количестве в каком порядке но естественно что у украинских военных на поле боя может быть другое мнение ты знаешь я просто считаю тут очень важно не впасть в еще одну ловушку когда мы ставим какие-то искусственные даты и говори вот к этому моменту мы победим потому что мы знаем из опытов заключенных во вьетнаме американских военнослужащих которые когда они ждали какого-то праздника к этому празднику их наверняка освободят когда праздник проходила уходил эти люди и это это большое разочарование поэтому мне кажется что тут очень важно верить то что мы победим как добро должно победить не стоять конкретно ли ставить туда как это понимаешь есть ради потому что абсолютно когда мы обсуждаем какие-то тактические моменты когда может начаться контрнаступление это действительно это легитимное обсуждать потому что нам всем этого интересно но с другой стороны не вкладывать в эти даты такого большого значения которое привело бы к разочарованию если там 18 августа что-то не произойдет ну что ж не будем привязываться к датам и будем будем помогать каждый как может украине и дамага начаться у россии такая интересная диаспора по всему свету друзья общение это часть важная часть на решение наших проблем так что давайте общаться спасибо смотрите канал рашкин репорта канал не усейдер иногда видите даже в одном кадре да спасибо за то что посетил нас друзья подписывайтесь на рашкин репорт не усейдер поддержите крымскую армию ссылки найдете в описании к этому видео там же найдете и ссылки на ресурсы через которые вы можете поддержать наш канал paypal патреон банковский счет и прочее уверен и на рашкин репорт та же история поддерживайте и канал юрия рашкин славы украине героям слава до скорого